Привет, и мы с вами находимся в Ясеневе, на юго-западе Москвы. И здесь от профсоюзной улицы до Битцевского лесопарка проходит тупиковый Новоясеневский проспект. В начале проспекта находится станция метро Теплый Стан, в середине станция метро Ясенева, а в конце станция метро Новоясеневская и Битцевский парк. То есть это уже последние станции оранжевой ветки метро. Ну и тут все одни станции оранжевой ветки. Вот, которые были открыты, соответственно, в 1887-1990-х годах. А Битцевский парк, это уже Бутовская ветка метро, она была открыта в 2014 году. То есть совсем не так давно. Вот. Ну проспекта, двухстороннее движение автомобиля транспорта, по две полосы в каждом направлении, разделен бухерной зеленой полосой. Длина этого проспекта стоит около 4 километров, довольно длинный проспект. Возник он в конце 70-х годов при застройке района Ясенева, потому что в 1160-м году здесь было Подмосковье, ну и было село Ясенево и другие, соответственно, села подмосковные находились. Ну а потом потихонечку в 70-е годы началась застройка, вот, и был построен как главный магистраль района Ясенева. До 1178-го года он никак не назывался, был просто безымянным проездом, номерным проектированным, и в 1178-м году получил современное название по высшему подмосковному селу Ясенева, на месте которого в 1170-е годы был построен новый жилой район от имены Ясенева. Ну новый, потому что, соответственно, новый Ясеневский, потому что новый, поэтому, соответственно, новый уже был в деревне Ясеневе, все в старой был, все в новой окна. Ну вот, в конце проспекта в 2007-м году был заложен парк 30-летия района Ясенева, такое интересное название. В 1927-м, в 90-м годах была проложена Калужская-Лижская линия, но оранжевая, да, с двумя станциями, я уже об этом говорил, да, три станции, это, соответственно, теплый станок Ясенева и Новоясеневская. Ну а Бубицкий парк уже в самом конце проспекта, я уже сказал, Бутовской ветки, было тут намного позже, в 2013-м году. Вот, Новоясеневский сельскохозяйственный рынок в начале проспекта был снесен в 2010-х годах, а развязка с эстакадами на крещении с профсоюзной улицы была открыта в 2013-м году. Ну, естественно, проспект такой чисто жилищно-социальный, лишь там немножко он проходит по промзоне теплости, ну, практически он ее мало затрагивает. Поэтому тут очень много всяких социальных объектов, жилых домов, причем, что интересно, жилые дома все 9- и 16-этажные, и все построены в 1970-е годы, как раз когда вот шла застройка вот этого района, когда он уже стал Москвой, да, и вот шла его застройка. Ну, помимо жилых домов, также, соответственно, тут находится очень много всяких детских садов, школ, поликлиники, всякие социальные организации, там, торговый центр, особенно, конечно, около станции метро, там, торговый сервисный центр, ну, функциональный центр, всякие там разные организации. Ну, это вполне понятно. Ну, отмечу некоторые такие основные объекты. Это в начале улицы торгово-возвлекательный центр «Спектр» с у него самым «Карусель» под нормой 1, который был открыт в 2009-м году, трехэтажное здание. Рядом находится здание бывшего радиоцентра по нормой 1, странице 2. Торговые павильоны еще сохранились. Коньковский водопроводный регулирующий узел Мосводоканала по нормой 2, на противоположной стороне проспекта. Там находятся резервы ворайс с водой, вот, большой такой подземный водохранилищ, который мы не видим глазами, но под землей оно есть. И оно помогает выравнивать напор во время пика употребления. Девая вода с блока западной станции водоподготовки подается в Коньковский вот этот узел и обеспечивает воду около миллиона жителей районов Теплый Стан, Яснево, Коньково и других районов Юго-Запада и Юго-Москвы. Также торговый центр «Твин Плаза» с у него самым «Мираторг» по нормой 2, строение 1. Автобусный парк, сейчас называется филиал «Юго-Западный Мосготранса», по нормой 4 с многочисленным строением, где также есть автосервис, электроподстанция и другие организации. Это бывший 18-й автобусный парк, который открылся в 1996 году. Обслуживает он маршрут Юго-Западного, а сейчас также еще Троицкого, нового подмосковного административных округов Москвы. С 2015 года 18-й парк прекратился существовать как самостоятельное предприятие и был объединен с первым автобусным парком. А в 2016 году был преобразован уже вместе с первым автобусным парком филиал «Юго-Западный Мосгортранса». Также рядом находится с этим автобусным парком автостанция «Теплый стан» по нормой 4А, ну и туда отправляются автобусы в Рянскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Тульскую области, в Республике Калмыкия, Молдова, а также в Украину. Торговый центр «Колитас» у него самый любимый по нормой семье отелся в 2015 году на миссионных торговых рядов. Районно-тепловая станция «Теплый стан», как раз в промзоне по нормой 8 с несколькими строениями. Торговый комплекс «Лотовый Вилонский» театр «Люксор», у него сам перекрылся по нормам 11, открылся он в 2006 году. Офисное здание двухэтажное, по нормам 13, корпус 2, 382 года постройки. Британская международная школа, здание по нормам 19, корпус 5, двухэтажное, ну и возможно детский сад бывший. Здание АТС, по нормам 24, корпус 4, 6-этажное здание, 382 года постройки, хотят его сносить и построить на его месте жилой дом. Ну, функциональный центр, с военной рекомендатурой Казапного округа, кинологическим центром, офисами, здание по нормам 25, электроподстанция по нормам 25, в районе 2, построена в 1932 году и питает троллейбусную линию, как раз вот по Ново-Ясневскому проски. Ресторан «Принц» по нормам 27, находится на территории продовольствового рынка. Интересный объект от дворец «Корта Содружества» по нормам 30, корпус 1, построен в районе Яснево. Здесь хотели строить гараж, а раньше тут был сад, просто находился такой зеленый сад, хотели строить гараж, но потом построить дворец спорта в 2008 году. Много там всяких залов, и кафе есть, в общем, много всего, всякие соревнования, там проводятся по разным игровым, основным видом спорта, волейбол, баскетбол и так далее. Также есть центр социально-рудовой адаптации и профориентации Яснево, здание по нормам 30, корпус 3, трехэтажный, это бывшая школа, здание 1932 года постройки. Еще есть электроподстанция по нормам 30А, тоже питает это крестная троллейбусная линия, построенная в 1825 году. Вот, конечно, интересный, наверное, самый важный объект, это, несомненно, на этом проспекте, православный храм святых апостолов Петра и Павла в Яснево и постройки бывшей садьбы Яснево. Это по нормам 402. Считается подборем оптины и пустыни этот храм, построен был в 18 веке, в садьбе Лопухиных в подмосковом селе Яснево тогда. Трапезные колокольни были построены в 19 веке, храм в 18-м, трапезные колокольни в 19-м. В советское время был закрыт, сильно пострадал, тут был соходный склад и авторемонтная база. Снова был открыт в 1889 году, построен в стиле Елизаветинского барокко, состоит из основного двухъярусного восьмигранного объема с одной угловой, трапезной и трехъярусной колокольни. В интерьере рост все новый, в 2000-м году потом все было уничтожено. Ну и около храма, там за храмом находятся постройки бывшей садьбы Яснево, в которую входит старая водонапорная башня, конюшня 18 века, в ней сейчас находится конно-спортивный клуб, бывшая дача Александра Калантай, двухэтажный деревянный дом, где жила одна из руководниц женского движения за свои права, советские дипломаты, первые женщины посол, Калантай, Александра Калантай, подруга Эне Сарман, в честь которой у нас, кстати, неподалеку улица, да, вот в этом районе, то есть не случайно именно Эне Сарман, а потому что она была, так сказать, подругой Калантай, но она как раз жила в этом доме здесь. В дуне это частный дом. Два плигали также сохранились от бывшей усадьбы Яснево в 19 веке, в долгое время были живыми домами, ну и главный дом, заброшенный до сих пор. В издании Яснево располагается в одном из самых живописных мест Битцовского парка, ну как раз в конце проспекта этого Новоясневского. В 18 веке Яснево перешло внуку тести Петра Первого, да, ну и надо сказать, что он еще одно из древних, и до конца 16 века, древних пунктов Москвы, до конца 16 века часть земли принадлежала потомку Калиты, который пришли царю Ивана Грузному, но в 18 веке оно перешло внуку тести Петра Первого Федору Лопухину, он возвел в имении один из самых первых парадных дворов в России, двухэтажный господский дом, стиле Парока, окна обрамлены наличными, два книги или соединенные оградой, выполнены в схожем, но более сдержанном стиле. Сноральной части Руслованы, портал дверей, окна пражаны луковицами, замками, камнями. Но рядом разбит липлый парк с двумя пругами, возможно, автором проекта усадебного ассамбля, яснево, главный московский архитектр в 1730-х годах Иван Вичурин. Путят почти 20 лет, на месте старой Знаменской церкви привелся храм Петра и Павла, который мы можем видеть и сегодня. В начале 19 века усадебник пришла роду Гагаринах, для них усадебник перестроили, придели дополненными заминами и классистическими портиками с колоннами. В то время хозяйство в Ясене нередко пучали видные князья, дворяне, были также родители Льва Толстого. После революции дом был заброшен, после пожара здание было сильно разрушено, восстановить его удалось только в 1770-х годах. В 2007 году были проведены реставрационные работы, но внутри здания с тех пор очень пустуют. Утраченные парковые пруды были устроены заново в 1880-х годах. Ну вот, конюшня продолжает использоваться, потому что так, как он и спортивный клуб, небольшой участок рядом, огорожен для верховой езды. Вот, и также на этом проспекте находится Ясене, неподалеку там Ясеневское кладбище находится, здание по 046, оно как раз находится за парком в честь 30-летия района Ясенева. Ну и уже в самом конце находится около метро Битцовский парк, Битцовский продуктово-вещевой рынок. Это один из последних вот вещевых рынков, которые были практически все ликвидированы в 2010-х годах, ну, 2000-2010-х, но вот он еще, вов-вов, пока сохранился. Также на этом проспекте много гаражей, конечно, автосервисных организаций, автоцентров, автосалонов, а также складов. Но это в том числе не по преимуществу. Ну и около дома номер 19, корпус 1, находится бетонный дот, созданный на третьем боевом участке обороны Москвы осенью 1941 года. Ну и, конечно, парк 39-й район Ясенев, несомненно, привлечет наверняка ваше внимание. Ну, отдых всегда довольно просто. Метро Киуплестан, Ясенево-Ново-Ясеневское, пройти пешочком или на троллейбусе номер 81, он приезжает, кстати, весь проспект, так что можно совершить по нему троллейбусную прогулку. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.